В сказки веришь? Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, а вы на моем канале смотрите новый выпуск. Совсем недавно здесь вышел фильм «Вкус нации» про кухню Франции. Думаю, все уже видели. Если нет, ссылка будет ждать вас в описании. В этом формате я езжу на родину той или иной еды, пробую и сравниваю с тем, как ее готовят у нас. Сейчас много не наездишься, но открывать для себя новое хочется постоянно. И у меня родился еще один подпроект, который вы и смотрите. Я считаю, что любую кухню изучать нужно только на практике. Сколько литературы не читай, картинок не смотри и определения не учи, толку не будет. Вот, допустим, узнали вы, что израильская кухня включает в себя ашкенасскую и сефардскую. Прочитали плашку, которую Денчик сделал. Увидели, как выглядят мацебрай и кугель. И даже нашли в интернете фото Жахнуна и Малаваха. Толку-то. Пока не попробуешь, в идеале в разных заведениях, особо ничего не поймешь. И лучше, чтобы помог разобраться знающий человек. Я уже говорил вам, что у меня есть свое медиа о гастрономии, награды за еду, где фудэксперты каждую неделю пишут авторские статьи. Одним из людейским сотрудничаем является Никита Фудигидонист, знаток кухни Израиля, который сегодня расскажет мне и вам некоторые ее тонкости. Естественно, глубоко изучить такой материал за один обзор невозможно. Сегодня на примере трех известных в Москве израильских заведений пробежимся по верхам. Если формат вам понравится, буду искать других специалистов по кухням мира. А быть может, еще раз встретимся с Никитой. Все зависит от ваших лайков и теплых комментариев. Приятного просмотра и аппетита! У нас сегодня три заведения. Позавтракаем в Бишушу, который выбрал Никита, и он нас там уже ждет. Я опаздываю минут на 10, но торопимся. Пойдемте. С чего нужно начать знакомство с кухней Израиля? Ну, я бы сказал, что кухня Израиля на самом деле понятие очень растяжимое, очень непонятное для многих. Потому что, как известно, Израиль это страна иммигрантов, еврейских иммигрантов, и каждый принес что-то свое. Если мы говорим сегодня о современной израильской кухне, то тоже какого-то определения нет. Я бы начал, наверное, с такой классики, конечно же, всем известный хумус. Хотя это тоже большой вопрос, насколько это именно блюдо израильской кухни. Но споры идут уже тысячелетиями. Скажем так, что это все родом из Нижнего Востока. Хумус, фалафель и шаварма. Все это есть у нас тут в ресторане Бишушу. Кстати, я решил, в том числе предложил именно сюда пойти, потому что меня очень заинтересовало название. А Бишушу... Как это переводится? Ты знаешь Иврит? Да, да, я знаю Иврит, я его преподаю активно и прожил в Израиле достаточно много лет, 16 лет, если быть точным. Поэтому и Иврит знаю в совершенстве, и о кухне тоже, так сказать, не понаслышке. Что такое Бишушу? Бишушу. Бишушу, интересно, почему? Это достаточно сленговое понятие. Бишушу значит «втихаря», если мы переведем вот так вот. Тихаря, сюсюкаясь. И вот я даже заметил, у них в туалете написано «пошушукаемся». То есть вот это «шушу», мы говорим по-русски «пошушукаемся». Вот это «бшушу» — это тоже, в общем-то, оттуда. То есть они хотят нас познакомить. Я еще заметил, что у них тут везде написано все на Иврите. А что написано примерно? Ну вот, например, там мы заходим, написано «Лилё Содот». Это значит «без секретов». Хотя, с одной стороны, они по-бшушу, да, то есть по секрету, но пишут сразу... По секрету, но типа все свои. Но все свои, да, да. Они хотят, как я понимаю, из того, что я прочитал у них на сайте, тоже познакомить нас с такой современной тель-авивской именно кухней. Они делают акцент именно на Тель-Авиве, и неспроста. Потому что действительно Тель-Авив — это гастрономическая мекка Израиля. Это именно тот город, где происходят все эксперименты кулинарные с израильской кухней, где она, в общем-то, преобразуется, да, и становится такой интересной. Если мы говорим про хумус, то нежный взять или новинку с томленным ягненком? Во-первых, пару слов вообще, что такое хумус, да, что это такое. Ну, это паста некая, да, это очень популярная сегодня в Москве стала уже не первый год. Закуска в Израиле, кстати, да, многие, наверное, не знают, но в Израиле хумус, порция хумуса — это полноценный обед. Либо завтрак. У нас намазка. Но в Израиле люди, допустим, там офисный планктон, они идут в 12 час дня, а на обед. И вместо того, чтобы есть, там, как у нас, там, котлеты какие-нибудь, они могут взять порцию хумуса. Просто в Израиле это действительно порция, достаточно такая сытная. Плюс большое хумуса, что он подходит всем — и вегетарианцам, и мясоедам, и всем. Потому что это блюдо очень-очень сытное, полезное. Подается в Израиле оно обычно с двумя апитами, и поливается оливковым маслом, и что-то добавляется. То есть вот история, например, хумус с томленым ягненком, вообще хумус с чем-то в Израиле достаточно редкая. Есть рестораны, где такое подают и предлагают, но в целом хумус — это полноценное блюдо. Есть примерно 5-6 видов хумуса, они по-разному называются в Израиле, но в основном это именно подача самого хумуса. То есть это паста, и что мы добавляем сверху? Можем добавить соус тахини, тхина, называется, наяврите, кунжутный соус. Можно добавить сами прям бобовые, сами зернышки хумуса сверху, можно что-то еще туда добавить. Но это полноценное блюдо. Здесь, да, у нас, кстати, часто можно встретить разные вариации хумуса с тем-то, с тем-то, с мясом, с каким-то. В Израиле это не очень принято, или мало кто так ест. То есть ты можешь съесть порцию хумуса, наесться и спокойно продолжать идти работать до вечера, и все будет в порядке. Получил все необходимые полезные ингредиенты. Тогда, я думаю, что с классики лучше начать, потому что у нас всегда будет время и возможность в следующих роликах перейти на другие, так сказать, уже более российские варианты хумуса. Израильская современная кухня, она, конечно, впитала в себя что-то из еврейской кухни, которую мы воспринимаем. Вообще понятие еврейской кухни тоже проблематично, потому что то, что мы называем, по крайней мере, в России еврейской кухней, это в основном в Израиле называется ашкенадской кухней. Кухня евреев, которые являются выходцами из Европы в основном. Ашкенадская из Германии изначально, это те именно евреи, которые говорили на идиш, это не путать, да, еврей ты идиш, до сих пор многие путают, идиш, это больше немецкий, это диалект немецкого языка. Да, еврей это вообще ближайший рост Никорадки, это семитский язык, вот, и еврейский, вот, латкис, например, это как раз блюдо еврейской кухни, которое очень сложно найти в самом Израиле. То есть латкис будет проще найти в каком-то израильском ресторане в Москве, чем в Израиле, чем в Израиле. То же самое фаршмак, например, если мы просто пойдем по улице Тель-Авива и захотим отведать фаршмак, или просто даже спросим у израильтян, вы знаете, что такое фаршмак? Далеко не все ответят, хотя у нас это как бы такое прям знаковое блюдо еврейской кухни, хотя фаршмак там опять же это блюдо ашкенастской еврейской кухни, но не израильской, то есть фаршмак это не израильская кухня сегодняшняя, современная. Это все очень сложно, я тоже между вами надеюсь хотя бы что-то запомнить, но самое главное, что интересно, а вот что пьют в Израиле или в еврейской кухне обычно? Ну вообще национальный напиток, я бы сказал, это кофе все-таки, если мы берем горячие напитки, да, кофе на завтрак, израильтяне предпочитают кофе, кстати, чай, у меня, когда я жил в Израиле, я вообще любитель чая, очень большой, и у меня огромная была проблема найти чай. А если мы берем что-то более покрепче, да, дела покрепче, если мы прям хотим, здесь есть несколько... Пейсаховка фэшн, настойка на изюме с добавлением биттеров. Пейсаховка, да, Пейсаховка, да, от слова Песах, да, Пейсах, в ашкенастском произношении, Песах это праздник, один из самых главных праздников, выход евреев из Египта, из рабства на свободу. Празднуется обычно весной, апрель-март, и они вот так называют часто, хотя в Израиле, опять же, не найти такую настойку, вообще настойки в Израиле не популярны, скажу сразу, вообще никак. Ты мне скажи, как ты духу, мы сегодня бахаем? Да, я думаю, да, я всегда за, почему нет? Правильно, правильно человека пригласили. Нам принесли комплимент, это у нас хумус, и как называются эти сухарики? У них нет названия, это просто их версия. Обычно, как я уже сказал, в Израиле подается спит, и они сделали такой вот израильский хлеб, как они называют их версия, да, с хумусом. Вообще по классике, да, в отличие от того, что принято часто в России, я вот иногда вижу, хожу по ресторанам и вижу, что хумус начинают есть вилкой или ложкой. А это неправильно? Это неправильно. В Израиле единственный вариант, ну, вообще на Ближнем Востоке, да, поскольку все-таки хумус, блюдо не совсем израильское, оно такое, назовем его ближневосточным. Те, кто изначально его придумал, сейчас сложно сказать, берешь и все ешь руками. То есть, вот, пожалуйста, макаешь. Ну, понятно, что таким сухарикам немножко сложно, но у нас тут дегустация, поэтому... Это, видимо, их нежный хумус, потому что консистенция очень нежная. Вообще, как я обычно оцениваю хумус, он плотный. Он плотный, поскольку, как я уже сказал, это прям полноценное блюдо, он очень-очень плотный. И в России часто его делают, ну, вот, примерно вот такой консистенции, он более жидкий. Ну, это авторская, как любят сейчас говорить, да, авторская интерпретация. Современная авторская. Да, это не израильский вариант. Это все-таки такой больше уже обрусевший. Вот. Но если по вкусу, как тебе, я не знаю. На самом деле, мне нравится, тут есть и кислинка, и, кстати, вот масло острое, красное. Да? Да, да, вот ты макни, потому что оно такое очень яркое. Это хорошо, потому что вообще в Израиле любят острую еду, как и во всех жарких странах, без нее никуда. Ну, по вкусу это неплохо. По вкусу это хорошо. Это хорошо. Итак, нам подали завтрак. Это белая шушука с соусом Аджабланка, 570 рублей. То есть у нас вот довольно большая порция блюда и израильский, кстати, очень мягкий хлеб. Ага. Не горячий, да? Я бы, может быть, его на гриле чуть-чуть бы не делал. Я бы всегда... А, хотя он с маком, все, я понял. Маковый такой. Я шакшуку белую пробовал в Самаре на завтрак, и было очень вкусно. То есть похоже на это, да? Ну, да, очень похоже, да. Вы знаете, в каком-то ресторане или просто в обычном? Ну, да, сейчас шакшуку, в общем-то, такая стала традиционным блюдом во всех меню завтрака в многих кафе и ресторанах. Как часто в Израиле можно неклассическую там белую либо зеленую встретить? Достаточно редко. То есть если это заведение, которое прям специализируется на завтраках, то, возможно, у них будет несколько вариантов шакшуки. Но обычно что они делают? Они, основа всегда одинаковая. То есть это томатная паста, это специи, это всякие вот эти, она будет остренькая такая. И могут что-то добавить еще. Но это тоже редкость. В основном шакшука, она такая классическая. В этом плане никаких особых гастрономических экспериментов в Израиле не любят. Здесь явно перед нами очень авторская версия конкретно этого ресторана. Ну, давай попробуем. Сразу скажу, что я предлагал 2 заказать порции, но так как в Израиле делятся, то все-таки... Да, в Израиле принято заказывать стол, принято делиться. Ну, я скажу чисто лично, я считаю, что я такой zero waste всегда и стараюсь всегда все доедать. Либо брать с собой, либо брать на компанию, потому что нужно быть в тренде. И, кстати, всех призываю так делать. Не стесняйтесь брать еду с собой. Это принято давно, это нормально. Никто на вас просто не посмотрит. Поверьте мне, я так всегда делаю. Так что... Так, как это есть? У нас хлеб один, у нас одна порция. Нужно макать или... Да, можно макать, можно взять ложку, положить. Какого-то там универсального способа нет. То есть обычно берут хлеб, брилочкой прям на хлеб, либо с хлебом, либо просто переложить и есть. То есть здесь никаких особых... То есть если хумус однозначный мы едим хлебом, питой, макаем сразу руками, то здесь никакой особой особой версии нет. Ну смотри, тут есть более цельные яйца, есть совсем смятку, да? Да, да, смятку. Насколько такая консистенция норм? Или мы не можем оценивать по классической? По классической больше будет яиц, и за счет яиц она получается не такая жидкая. То есть томатная паста, она прям ужаривается, да, получается, и она не настолько. Хотя тоже есть разные версии. Я не могу сказать, можно и очень жидкую найти. То есть вот, например, я бы взял хлеб, да, и вот помакал, начал бы именно с дегустации самого соуса. Вот интересно, что это за соус такой. Ну горячий, кстати, да, прям с пылу-жару, как говорится. Это хорошо. Я тоже тогда попробую сделаю. Ну я что-то мало взял, у тебя один хлеб будет. Блин, на, соуса побольше. Опять неправильно. Давай, о! Как будто бы пресновато. То есть чувствуется кислинка, сырная, возможно, такая вот сырно-молочная. А вот в плане цен, 570 рублей, это как? Ну, начнем с того, что в Израиле все очень дорого. Очень-очень дорогая страна. Я когда учу иврит, одну из первых фраз, которую я всегда отдаю, это КАМАЗЕОЛЕ, что значит, сколько это стоит. И ответ универсальный. Я КАМАЗЕОЛЕ, значит, дорого. То есть не важно, даже не надо цены говорить. В Израиле дорого абсолютно все. Это действительно одна из самых дорогих стран. И Тель-Авив, если мы берем, мы сейчас в Тель-Авивском таком ресторане больше, Тель-Авив уже признавался официально даже самым дорогим городом мира в прошлом, по-моему, или позапрошлом году. И он держит марку первенства уже достаточно долгое время. И в топ-3-5 самых дорогих городов он уже давно входит. И это, конечно, касается ресторанов. То есть пойти в ресторан, посидеть так в ресторанчике, на двоих даже, да. Я бы сказал по сегодняшнему курсу, ну, это в таком не супердорогом. Я думаю, тысяч пять, как бы, меньше пяти вряд ли получится. Ну, это такой, это не какой-то крутой ресторан, просто вот с какой-то кафешкой, да. Не знаю, может, любителям козьего сыра, хотя я не могу сказать, что он здесь прям очень так ощущается и играет большую роль. Но, возможно, им это все зайдет. Я вот сейчас попробую еще с желтком отдельно и с соусом. Удивительно, что нет классического варианта. То есть обычно есть и классика, и авторский вариант. Есть и белый, и зеленый, и без красный. Да, это интересно. И делают они именно соус. Шакшуку самый важный соус. Именно вот этот томатный, пряный, остренький соус. Хотя найти шакшуку в таком вот израильском варианте, мне кажется, в Москве mission impossible, как говорят. Здесь остреньки точно не хватает. Не хватает. То есть есть вот кодиевый сыр такая, яркость небольшая, но, опять же, если есть без шпината, то тоже она как будто такая урезанная. Да. Раздел на маске соленья. Тахина с перетертыми томатами, с кугом и израильским хлебом. Стоит это дело 450 рублей. Ну, сразу скажу, дороговато. Ну да. Даже еще не пробуя ничего, такую порцию. Но тут уже два кусочка хлеба, в чем нам дали горбушку. Да, да. И вот такой же хлеб. Хлеб тот же самый, да, чтобы... Ну, это намазка, да, такие. Я вам скажу, что обычно в Израиле это идет комплиментом. То есть тахини всегда в таких вот, как вот нам подали хумус, в таких вот наливают обычно сальса. Ну, она не такая популярная в Израиле, но все-таки бывает. Ну и, конечно, тахини. Здесь они сделали такой интересный микс. Вот, не знаю, как это повлияет на вкус, но можно попробовать. А что такое схук? Вот, схук это как раз вот эта вот зелененькая штучка. Она в Израиле обычно красная, не зеленая. Делают ее из красных перцев. Здесь они сделали из зеленых перчиков чили, как вот нам девушка рассказала. Ну, это и видно. В Израиле все-таки это будет красная история. Выглядит она тоже чуть-чуть по-другому. Там такие зернышки прям, прям перчика чили. И его добавляют везде. Его можно тем, кто любит поострее, просто предлагают схук. Да, как я уже сказал или не говорил, это родом соус из Йемена. Йеменские евреи его привезли с собой. Они любят очень-очень острую. Прям вот когда ты просто дышишь, да, вот этим перцем, они любят это дело. И вот схук популярен в Израиле действительно. Хотя в московских ресторанах его подают не часто, потому что наш брат как бы острую еду не особо любит. Но посмотрим, насколько это обрусевший вариант или все-таки приближен к израильскому. Нужно ли перемешивать или есть вот по очереди? Здесь на любителя, здесь нет правил. Как можно, я всегда пробую так и так, а потом... Давай, давай, это так. Кстати говоря, израильский хлеб очень мягкий. Пускай и не теплый, но он прям свежий. Свежий, да. Да. И вот приходится в сегодняшнем заведении, как сказали. Давай начнем с томатов, может быть, с более знакомого. Так, промакиваем. Томаты с маслом. Вот так вот. Ну и здесь прям классно. Я просто обожаю помидоры. Вот это моя структура. Подсоленные, промасленные, перетертые. Ну, я бы без тахины ел с удовольствием. Ну, то есть это прям мой фаворит. Давайте перетахину пробовать. Перетахину, да. Поплотнее такая у нас. Да, да, побольше, потому что, чтобы ты чувствовал именно соус, а не хлеб. Это очень важно. Ой. Ну. Очень горько. Да. Прям вот так и должно быть. Просто это очень странно. Прям. Хорошая эта хинька. Она, нет, она прям вот реально очень походит на израильский канал. Вот это одна из лучших, я бы сказал, даже, которую я ел. Сейчас я еще раз, конечно, продегустирую. У нас какой, нет. Ну, я... А тебе именно вот? Да, да. Именно. Я думаю, что это дает не сам соус, а вот оливковое масло или что-то, что они здесь... Давай я вот возьму без масла. Попробуем именно, да, без масла? Нет, это еще хуже. Нет? Правда? Нет, вообще не мое. Вот тайхина просто у меня такая горечь. Как будто, знаешь, вот ты ешь какую-то вот, знаешь, траву горькую, такой прям жуешь. А, говорит, это полезно ешь, такой, ну да. Кунжут чувствуешь? Даже кунжутная. Кунжутная по факту. Нет? Вообще не моя история. Я бы еще попробовал. Да, вот попробуй. Но сначала чуть-чуть даже, я бы сказал. А, после дома еще? Может быть, если они ее сделали. Но, судя по тхине, возможно, это действительно похоже на... Нет, слушай. Нет? Не остро? Есть остринка нарастающая. Тоже поаккуратнее. Но хотя бы я остринку нормально воспринимаю. Несмотря на то, что это может быть неприятно. Но, ну, здесь мне ее хватает. Ну, два Никитки здесь есть. Не тебя, а Петреева. Вот. Ну, есть здесь хорошо. Давай перемешаемся и уже посмотрим, насколько это все... Да, ну, сразу скажу, что сфук очень отдален от израильского, настоящего такого ядреного соуса, который называется сфук. Может, за счет того, что сам зеленый перчик чили, он обычно менее острый, чем красный. Может быть, за счет этого. Возможно, они чем-то еще его смешали с чем-то. Но для меня это не острая история. То есть, в Израиле намного... Конечно, конечно. Ну, тогда идите-ка сюда и давайте перемешаем. Ну, давайте, да, перемешаем, попробуем, что из этого выйдет. Для того, чтобы было... Ну, честно, я бы его, это блюдо, наверное, все-таки подавал по отдельности. Но тахина хорошая. Вот однозначно, однозначно похожа на израильский. С чем я вас всех и поздравляю. Да, просто в Израиле еще бывает тоже тахина бывает разная, бывает иногда. Испортили помидор, блин, горечь у тахины. Да, но она, конечно, она будет доминировать, потому что вкус намного ярче, чем помидор. Я, на самом деле, здесь был как на завтраке без камеры и вот это пробовал. Я подумал, что, ну, что-то испортили блюдо. Не понравилось? Нет. Ах, нужно идти с профессионалом, чтобы он сказал, так и нужно, ты просто ничего не понимаешь. Да. Я готов к этому, потому что я ничего не понимаю, но под мой вкус вообще не зашло. Песаховка в честь Песаха, да, праздника Песаха, как мы говорили, когда евреи выходили из рабства египетского. И вот. Ну, что вкусно? Подождать свободу, наверное, да? Ну, не буду спорить. О, слушай, хорошее, дежестинга, прям сладенькое. С изюмом, это вначале, если сладость, потом такая вот алкогольная колкость, дальше как будто бы чуть остринка от биттера, либо у меня на рецепте ростахина еще. Травяное что-то такое, да. Да, а потом опять сладость обволакивающая, десертная. Вот как будто съел горячий какой-то штрузель или что-то такое-такое с сухофруктами. Да, дежестивно именно, ее нужно было даже на пассажирок выпить прям после всего. Я думаю, что если что, мы еще можем взять, потому что вот это прям хорошее. Вот она, она согреваясь, в такую погоду вообще кайф. Плотная такая, мне понравилось, что она не жидкая, прям плотная такая очень. Ух, да, вот. Хорошо. Да, да, класс. У нас блюдо из раздела пита, араис написано именно такое, ударение вообще. Да, араис. Араис, да. Обычно в Израиле говорят араис, да. Из ягненка в пите на гриле с израильским салатом. Вот салат. Ну, насколько он израильский, сложно понять. Сразу скажу, я всегда замечаю, читаю меню, очень анализирую. И здесь я бы написал именно с тхиной нашей любимой, моей, но не твоей, вот, чем с салатом. Ее намного больше, чем с салатом, мне кажется. То есть акцентировал бы я на момент именно на то, что здесь тхина, или хотя бы предупреждал, что она подается с тхиной. И тхина вот отраждая без сальсы, поэтому тут еще сложнее челлендж. Ну, вообще, араис, да, действительно так подается. Единственное, в Израиле, по крайней мере, я не могу сказать, что это суперпопулярное блюдо, кстати. Есть в Тель-Авиве, я точно знаю, есть место, которое специализируется на араисе. То есть там только подают араис с разными начинками, разными вариантами. Но в целом, если ты приходишь в какой-то ресторан, не факт, что там будет араис. Это, в общем-то, уличная еда. Это не какое-то там блюдо. Пита с начинкой. Мне кажется, очень промасленная такая, прям аппетитная. Не зажарили? Мне кажется, чуть-чуть. Не знаю. Мне, видишь, не с чем сравнивать. Мне пока нравится то, что сочится. Мясо, может, чуть пересушили. Хотя, смотри. Хотя он попробует, да. Хотя внутри довольно... Не-не, нормально, только вот здесь. Не, это нормально, это гриль. Давай попробуем без, но вообще по классике нужно макать тхину. Хорошо, ну так, чтобы тхина... Как нужно, так и сделаем. Игненок мне нравится. Он еще с луком, с травами, душистый, не скучный. Ароматный. Ароматный, сочный, жирный. И вот, конечно, пита в таком виде, она, конечно, прекрасная. Да. Да. Нагрилли, с маслицем, вообще кайф. Ну что, будем... Давай. Я думаю, с тхиной ее еще сделает еще круче. Не, все равно горчит. Ну, есть точка роста. Вот, полюбить тхину. Мне нравится в целом. Пита в меру хрустящая. Ягненок ароматный. Те, кто, кстати, не любит баранину и ягненок, здесь не чувствуется какая-то... Те, кто не любит вот эту яркость, она здесь хорошо... Здесь курдючисти почти нет. Нету, да. Она чуть появляется на пустовкусе, но это на самом деле... Это вот для того, чтобы... Конечно, это не, допустим, глядина, а ягнятина. Прям хорошо. Да. Ну и салатик тоже в тему, сейчас попробуем, не знаю. Израильский салат вообще... Почему его называют израильским? Почему? Потому что это обычный блин. Да. Его еще называют в некоторых меню, если те, кто прям хотят оригинальными быть, его называют салат кацутцем. Прямо на иврите так пишут, салат кацутцем. Почему? Потому что, заметьте, он порезан очень тонко. В Израиле любят очень тонко резать овощи. Вообще, это просто овощной салат. Ну да. Заправленные либо оливковым маслом в основном заправляют. То есть, например, салат со сметаной в Израиле не найдешь. Обычно заправляют оливковым маслом. Либо тхиной, кстати. Салат можно подавать тхиной. Не нужно. Я считаю, что должен быть выбор. Хочешь, макай в тхиной. Не хочешь, не... Да, ну правильно, да. Никого не нужно заставлять. Тема на тем, кому не зашла, то согласен. Ну слушай, мне на самом деле здесь понравилось. Вот я сейчас высока уже опыта этого заведения. Говорю, что мясо здесь в Катаве плачное. Томаты офигенно перетерты. Настойка вообще бомбическая. Ну, шакшука немножко подвела. Ну, на самом деле, если подвела классическое, было бы страшно. А как бы... Да, авторская интерпретация. Это можно... Если она в меню уже долго, потому что тут не новинка, то я думаю, что заказывают люди, им нравится, они рублем голосуют и... Хайфуют. Вот, в общем, доедаем и идем в следующее заведение. Из трех заведений два выбрал Никита, а одно предложил выбрать мне из своего уже большого списка. Мой взгляд упал на там хумус бар 2.0. И, надеюсь, я не ошибся. Тоже очень на это надеюсь. Давай попробуем. Идем. Первое впечатление следующее. Написано. Островок солнечного Израиля в Москве, но встретили нас отнюдь нерадушно. Во-первых, сразу нам сказали с порога. А вы поесть или поснимать? Говорим, мы и поесть, и поснимать. А согласование с кем-то было? Я говорю, ну, вообще есть конституция, мы по закону снимаем. Вот. А что за канала? Я показал, я не знаю, плохо развиваетесь. Он говорит, а меня вы знаете? Я говорю, нет. Я 20 лет музыку пишу. Ну, с этой информацией мы и сели за стол. Что здесь по блюдам? Ты лучше скажешь, чем нет. Ну, смотрите, это место очень-очень-очень маленькое. Они позиционируют себя, как такой бар с израильским стритфудом. Поэтому в основном в меню израильский стритфуд. Есть несколько позиций, которые я не встречал в других израильских заведениях. И этим, кстати, они отличаются. Именно поэтому мы сюда и хотели зайти. Есть, например, такие позиции, как бурекас. Это... Чебурек типа? Типа пирожка. Да, если прямо упростить, это такой пирожок с разными начинками. Вообще, это не только израильская история. Это вообще балканская такая. Можно, наверняка, многие пробовали и знают это, как бурек. Например, в той же Турции или на Балканах. Вот. Здесь есть такое интересное блюдо, как ирусалимская смесь. Или на иврите маурави ирушальми. Блюдо со своей историей. Говорят, что его изобрели в 60-м году на рынке Махана и Уда. Это центральный рынок в Иерусалиме. И несколько ресторанов, которые до сих пор существуют, пытаются на себя перетянуть пальму первенства. Кто же все-таки изобрел это блюдо? По-всякому, это потрошки разные всякие. Вот взять куриные сердечки, печень. Вот это все вот так вот смешивается, обжаривается и подается либо как блюдо. Горящее. Это как раз то, что мы возьмем. Либо вот тут есть вариант в пите. То есть ее просто кладут, поливают тхиной нашей любимой и добавляют что-то еще по вкусу. Салатик. И смотри, здесь есть раздел с хумусом. Потому что, кстати, место называется Тама хумус, что в переводе значит вкус хумус. То есть они, наверное, с хумус, наверное, нам стоится. То есть здесь попробовать. И, кстати, смотри, тахина, кетчуп, домашний нес и скук 50 рублей. 50 рублей добавил. Можно добавить. Я бы скук тоже взял. Чтобы сравнить. Можно? Да. Да. Согласен. И есть фалафель, который мы в прошедшем, в предыдущем месте не видели. Хотя это, конечно, классика израильской, бюджетно-восточной кухни. Шарики из нута обжаренные. Это классический стритфуд. Цены здесь очень-очень приятные для центра, тем более. Обслуживание пока нерадушное, но цены... Цены радуют, цены радуют. И надо сказать, что это место у них второе. Одно находится где-то очень далеко и достаточно давно там существует. На Волоколамком шоссе, как написано у них. Как написано на меню, они не заморачивались. Первое блюдо из раздела выпечка. Бурека с сыром. 340 рублей. Запеченная улитка из домашнего слоеного теста с начинкой из мягкого сыра. Подается с томатным соусом. А это мы заказали с хук, по-моему. Дополнительно, да, за 50 рублей. А томатный соус где? Подается с томатным соусом. А вот томатного соуса. У нас нет, потому что это явно с хук, кстати. Вот он очень похож на оригинальный израильский. Хотя, конечно, его обычно не так много дают. А томатного у нас пока нет. Может, томатный соус все-таки? Давай попробуем. Томатный соус. Ну, на всякий случай, давай попробуем. Возможно, томатный соус. Так, выпечка свежая, мягонькая. Сырочек, посмотри. Тянется, лайк за пар. Вот, это мне нравится. Не знаю, там, а вот иди, что мне сейчас расскажет Никита, но... Нет, я считаю, что это суп. Эстетично хорошо. С суп причем хороший. Достаточно острый. Слоеное тесто. Ну, сыр обычный а-ля моцарелла. То есть, ну, в любом случае, в день даже не зря есть, а можно такого пробовать. Слушай, ну, начнем с того, что это не бурекос. А что это? Это не имеет... Вот эта штука не имеет ничего общего к бурекосу в Израиле. Или то, что называется бурекосами в Израиле. А что это? Это такие слоеные пирожки с разной начинкой. Они очень обычно маленькие. Такие большие тоже бывают, но все равно в форме улитки их нет. И сыр, конечно, такой совсем другой. Бурекосы с сыром бывают, но там будет сыр, больше похож на брензу, на что-то такое. А в этом виде это такая очень-очень авторская инкредитация на понятие бурекос. То есть, единственное, что роднит вот эту историю с бурекосом израильским, это то, что это выпечка из слоеного теста. Сыр похож на любую моцареллу из хрустящих палочек из баров. То есть, когда ты берешь палочек с мазарелла, ты вот так тянешь один в один. Абсолютно банально. Это не все-таки томатный соус нам не дали, или кто-нибудь там должен быть. Томат соус? Это скуп. Это скуп. Он намного ближе к оригиналу, чем он достаточно острый. Ничего страшного. Да. Блин, ничего страшного. Но, возможно, он освежит эту булочку, потому что, по факту, для меня это, конечно, не бурекос. Ох, слушай, хорошо. Хорошо, да? Дополняет. Слушайте. Вау. Я его просто так съел. А я икаю сюда от острова? Да. От острова это прям топ. Да. Но все-таки нужно попробовать томатный соус. Почему его нам не подали, непонятно. Можешь спросить. Про сервис, я думаю, отдельно уже про него. Ну, сервис тут довольно странный, да. То есть, как вот просто выпечка, как булочка, мне нравится, да, но это, видимо, не... Что и вдохновило на то, чтобы сделать это в форме улитки, мне непонятно, но именно в таком виде бурекос в Израиле не найти. Единственное, что, опять же, тесто, ну и посыпано кунжутным сельчиком. С другой стороны, как часто ты в Москве видишь бурекос, в принципе, в меню? Ну, вот все-таки я, по-моему, да. Вот, значит, это лучше бурекос в Москве, потому что других больше нет. Потому что других больше не надо. Ну, сыр, вот, ну, мне приятный такой сыр есть, потому что он горяченький, тянется, потому что это часто вкусное. Да, ну, если это не аутотично, как бы, окей. Что ж, заглавное блюдо этого заведения. Хумус. Мы взяли перечный состав. Пюре из нуза с добавлением соуса тахина, чеснок, печеный болгарский перец, миндаль, оливковое масло, сок лимона и израильские специи. Стоит 320 рублей. И вот такой состав. Раз тарелочка с соленьями и яйцом. Это, собственно, тахина с хумусом. И две лепешки. Холодноватые, вот прям... Не очень чистая печка, ее чистят нечасто. Видимо, кстати, нужно отметить, что они подают вот эту историю, вот этот набор ко всем, ко всем видам хумуса. То есть, не обязательно к перечному они идут. К тебе. Да, спасибо. Ну, да, лепешка, конечно, пика это очень, да, очень тонкая, очень отдаленно напоминает израильский вариант. В Израиле они пешнее. Да, она холодная. Яйцо, да, два, пару слов. Очень часто израильтяне любят набрать вареные, вареные яйца с хумусом. Но, единственная подача не такая. Есть специальная такая штучка в Израиле. Она как разделяет яйцо, как чесночница, только для яйца. Да, специальная такая. Голокрилоток? Нет, они просто на четверинки такие маленькие, потом посыпаешь сюда на хумус. Ну, или просто кладешь, кто как любит. Можно посыпать, можно рядом положить, просто вот такая штучка есть. И часто подают действительно соленые огурцы, оливки и лук, кстати. Обычно во многих хумусио, да, хумусио, это место, где есть только хумус. И таких в Израиле очень много. Они соперничают друг с другом, конкурируют, где лучше, где хуже. У всех разные рецепты хумуса. И часто ты можешь сам подойти и набрать себе соленые огурчики, лук, сколько хочешь. То есть это в свободном доступе во многих из них. Давай пробовать, потому что выглядит, на самом деле, аппетитно. Да, да. Мне вот нравится, что есть разные цвета. Ну да, вот у нас тут хина сразу. Цвет, конечно, за счет того, что они добавили перец. Это явно, потому что иначе он был другим. Ну, слушай, здесь прям тоже очень такой тягучий, да? Не жидкий. А мне классно. Или жидкий? Наоборот. Ну, вообще, так вот можно проверять. Если он падает, то здесь он держится. А, ну, держится. А, ну тут здесь жидкости, масла просто много, вот очень. Сбокло. Поэтому кажется, что жидкости давно. Нет. Он плотнее, чем предыдущий. Он плотнее, чем бышуш. Слушай, мне нравится. Да. Прям чувствуется перец. Причем не острый, а такой чуть душевский, пекательный. Ты чувствуешь перец? Потому что я особо как-то он прошел мимо меня. По крайней мере, сперва я сейчас попробую. Я чувствую, как будто бы, знаешь, у перца за острымка отвечают как раз-таки эти самые семена. А тут как будто взяли вот мякоть и кожу. То есть, я чувствую вкус, но без какой-то вот сильной остроты. Слушайте, насколько отличная от Фина была там, настолько это просто позор названный. То есть, эта вот эта субстанция не должна называться Финой, на мой взгляд. Даже по российским меркам. Значит, мне понравится. Не говоря про Израиль. Вряд ли. Я вообще не знаю, что это. Я понял, в чем разница. Ну? Там была горчинка и был вкус. Да. А тут просто горчинка вот как будто без всего. То есть, вот как будто она вот, ну, пустая. Она пустая, именно. То есть, здесь вообще, я не знаю, где ты почувствовал здесь вкус, потому что я его не чувствую. То есть, да. Тут вкуса нет, только горечь. А там все-таки, да, если мы сравниваем то, что мне там не понравилось, но там я понимаю, что конкретно можно почувствовать. Да. А тут... Здесь, ну, во-первых, ну, не может. Это просто жидкость какая-то. Это, ну, смотри, она просто течет. Это какой-то... То есть, кхина может быть жидкой, но... Но не настолько, и все равно она не теряет своих свойств, своих качеств, своей яркости во вкусе. А здесь... Хотя хумус при этом неплохой. Хумус... Ливки. Тоже вместе нужно есть, или можно поделить? Можно отдельно, можно вместе. Оливки топ. Я полюбил, вот и теперь беру... Ну, они, конечно, не израильские, но... Они просто из банки. Они просто из банки, да. Обычно. Нет, просто оливки же тоже есть разные сорта, и они... Да, конечно. Баночные тоже обычные огурцы, да? Абсолютно такие базовые. Базовые банальные. А яйцо просто в прикуску, или... Можно, да. Давай я все-таки... Ну, прикуску можешь помакать, да. Ну, так вот, да. Здесь нет каких-то правил. Посмотрите. Ну, яйцо сейчас немножко какое-то уставшее, да? Посмотри. Уставшее. Как будто бы его сварили. Оно нас ждало. Ты понимаешь, оно гостеприимное, солнечное. В отличие от хрициантов этого места. Как можно испортить одним разговором, блин, ощущение о месте? В общем, народу не то, чтобы очень много, то есть... Пусто, мы сидим в один, почти. Да, то есть один на два стола еще занято. Хотя, то есть это центр, и в других заведениях некоторых биток сейчас, потому что время обеденное. Ну, в общем, короче, я думаю, что если тебе очень хочется хумуса, и вы здесь, можно взять. Зайти за ним, да. Но специально сюда ехать за чем-то таким, ну что. Насколько было много обещающего меню в плане названий, в плане отсылок к Израилю, даже в плане вот декораций, тут много всего на иврите. Они вот попробовали воссоздать такую атмосферу Тель-Авива, такого заброшенного района Флорентин, типа такого хипстерского райончика. И насколько, казалось, его разочаровала сама кухня, сама еда? Ну, может быть, на самом деле, в главной, в первой точке там вкуснее, но мы этого пока не узнаем. Да. В 2.0 конкретно, ну, слабенько. Да, кстати, да, у них есть еще точка, которая вроде по отзывам на хорошем счету. Ну, дай бог всем удачи, здоровья, но по делам, то есть если вы делаете хорошо, пускай, если вы делаете плохо и косячно, то исправляйтесь. Кстати, если честно, я до сих пор живу, я удивился, что это место до сих пор существует, потому что еще где-то, наверное, больше года назад я сюда заходил, здесь была примерно такая же ситуация, и я давал этому месту, ну, от силы еще пару месяцев. Ну, каким-то образом они выжили. Не знаю, для меня пока это остается загадкой. Нашими молитвами, так сказать. Так, ну, вот это я бы еще... Помотал. Я бы заел, на самом деле, буретаса, вот эту вот вещь. Можно, да. Тоже нормально, можно. Норм, то есть, в принципе, если на столе у вас уже очень голодный, можно взять, но специально за этим идти опять. Ну, да, и пи-то, конечно, нужно сделать поинтереснее, повкуснее, погорячее, плотнее. Все я пи-то приобрел, а нужно менять все. Погорячее, понежнее и так далее. Лучше заму. Раздел «Горячие блюда» – это иерусалимская смесь за 540 рублей. Состав. Обжаренные куриные сердечки, печень и филе в специях и соусе «Амба» даются на лепешке соусом тахина. Так, а где «Амба», где тахина? Да, ну, начнем с того, что «Амба» – это один из самых популярных соусов в Израиле на основе манго. Это манговый соус, он тоже обычно в Израиле очень пикантный. Я его не вижу здесь, честно говоря. Вот эта белая история – это, конечно, тахина. Тахина, судя по цвету. Да, ну, даже давайте попробуем, и все-таки, чтобы тхин – ну, это некий соус, который, так же, как и в случае с улиткой, они назвали. Это очень не вкусно. Это, да, ничего общего, опять же, как и прошлый бурек. Прошлый бурекес хотя бы немножко отдаленно имел схожесть с бурекесом оригинальным. Здесь же ничего общего с иерусалимской смесью у нас не присутствует. Это просто какой-то очень странной консистенции в куриный фарш с кусочками куриного филе, и, вроде, можно найти печень, да? Вот она. Да, я ее нашел, она мне с тахиной объединилась, и вот это два моих блюда, которые я теперь ни с чем не перепутаю. Ну, слушайте, с бурекесом у нас не было томатного соуса. Здесь нет амбы заявленной. Я ее здесь не вижу, потому что амбы – это очень яркий соус. Мы бы его сразу почувствовали, вкус манга. Я думаю, что есть это нужно, на самом деле, по замыслу местного шеф-повара с питой. А, вот, смотри. Вообще, вообще. Она разрезана. Да, она разрезана, и типа, наверное, они имеют в виду, что мы должны это есть вот так. Сразу скажу, что это достаточно сухо соуса. Здесь явно пожалели. Мало того, что одного нет вообще, другой, непонятно какой, но его очень-очень мало. Печень. Причем очень несколькая, что. Проявляется, соответственно, грудка куриная, и та химина же пропадает. Вообще ее нет почти. Если сверху ее поковырять, можно еще найти, но вот так просто. Но она тоже, в ответ, если бы шушу, очень классно, оригинальная, плотная, интересная, то здесь она безвкусная. И напомню, 540 рублей за лепешку и печень, по сути. Будет довольно примитивный. Очень примитивный, очень дорого, мне интересно, пита сама не горячая, сухо. Это реально сухо. Мне вот хочется за пиццу. И даже, на самом деле, по этим ценам 540, это как будто бы... Да, за это дорого. Как будто бы дорого. То есть у них 560 стоит томленая баранина. Я думаю, что она была бы 5 часов томиться. Шницей, халич на 100 рублей меньше. Швармы там у них по 360-340. Ну, в общем, больше вопросов, чем ответов. Но здесь, кстати, будем честны, сухо вкуснее и лучше, чем по бешушу. Однозначно. Он действительно пикантный, он действительно остренький. Он из красного перца. То есть... Хорошо, как блин. Пита тоже не напоминает израильскую. Она слишком тонкая, не горячая. Ну, в целом, все понятно. Идем в другое заведение. Почему третьим заведением ты выбрал именно это? Дизенгов 99. Ну, хотелось закончить у самого, наверное, старейшего заведения израильской кухни в Москве. Открылись они 8 лет назад. Сейчас у них уже 3 филиала. Это вот первые. И здесь обещают самую такую аутентичную израильскую кухню. Ну, надеюсь, мы сядем, потому что если же там прям биток, не пробиться. Да, обычно здесь всегда очень много людей. И найти свободный столик чрезвычайно сложно. Девушка вышла, у нас есть шанс попасть. Ну, это, конечно, день и ночь по сравнению с предыдущими. Здесь биток. Мы еле сели. То есть, вот один стол был всего свободен. А так, по большому счету, нет ничего необычного в дизайне. В плане дизайна вообще достаточно простенько. Но, да, пару слов вообще об этом заведении. Они позиционируют себя как посольство в Москве израильской кухни. Это действительно пара. Ребята, которые прожили достаточно долгое время в Израиле, вернулись в Москву, решили открыть заведение с израильской аутентичной кухней. А сколько лет работает? Вот эта точка почти 10 лет работает. У них еще есть еще 2 или 3. Да, вот эта конкретно работает около 10 лет почти. Фишка во всех их заведениях, кстати, как и сейчас, играет израильская музыка. Израильское радио. Они транслируют его постоянно, поэтому можно окунуться и культурно обогатиться. Послушать израильскую музыку, какие-то популярные песни. Что здесь нужно заказывать обязательно? Да, что здесь? Ну, они славятся тоже своим хумусом. Ну, и как мы решили, хумус у нас будет такой вот лакмусовой бумажкой. Красной нитью пройдет по нашему обзору. Да, да, по нашему обзору. И они славятся своим шницелем. Тут рассказывают очень огромный шницель. Не знаю, может, что-то изменилось. Я тут давно не был. Огромный вот как. И, кстати, история про шницель. Почему шницель, Израиль? Шницель, понятно же, что это не израильская история. Но так получилось. Я уже немножко рассказывал про историю израильской кухни. Микс, сборная солянка. Приехали достаточно много евреев из, в том числе, Европы. И привезли с собой шницель. Конечно, это классический венский шницель, который стал... Да, он этим очень понравился. И он стал одним из самых популярных стрит-фуд вариантов в Израиле. До сих пор сейчас почти все на обед едят очень многие хумусы. Ну, конечно, он куриный, не свиной. Да, ну, естественно. И давай, раз у нас не было сегодня десертов, здесь возьмем что-то. Что здесь интересует? Да, из классики я считаю, что здесь есть два кокосовые малаби. Малаби – это такой пудинг. Пудинг ближневосточный. Это не только в Израиле. И он, ну, вот что-то такое вот. И очень много разных тоже десертов, рецептов. Посмотрим, как они его подают здесь. Ну, кнафы тоже очень популярный десерт на всем Ближнем Востоке. Но он больше арабский. Хотя в Израиле он популярен. Я бы не сказал, что в Израиле есть какой-то свой такой национальный десерт. В основном это вот что-то такое классическое, общее мороженое, тоже тирамису. Сидят все. Лучшее привезенное из других мест. Да, да, да. Тогда, получается, хумус, шницель и десерт. Отлично. Да. Здесь, как в Башушу, подают воду, но также по запросу. Да. То есть она бесплатна, но если вы не спросите, вам не дадут. Или попробуют продать. Можете бутылку взять, но у нас есть бесплатная, но есть и платная. Поэтому, да, просите воду из фильтра и... И она вполне даже снова неплохая. Что у нас по блюду? Кумус плюс одна пита, но также можно до заказать бесплатно еще одно. Что мы и сделали. У нас тут две горяченькие. И они, кстати, смотри, по текстурке приятные. Они горячие. Они хрустящие, они напоминают израильские питы. Это совсем другое дело. Они не такие пышные, как в Израиле. Это больше все-таки они какие-то такие немножко приплюснутые. Но они по форме, по запаху, по тому, что они горяченькие, они, конечно, ближе. И хумус, внимание, он прям плотненький. Это у нас хумус с фалафелем, яйцом и арисой. Ариса, что это такое? Ну, ариса тоже разновидность острого соуса. Тоже на основе перцев острых. Что-то наподобие с хуга. Просто немножко... Нужно проверить. Да, менее острое. Вообще не острое. Вообще не острое. Ну, то есть чуть-чуть есть что-то, но с предыдущим не сравнить. Ну, то есть какая-то есть такая микростринка. Да. Одинник, здесь ничего нет. Ну, очень-очень, да. Да. Ну, ариса такая должна. Ариса обычно не... В отличие от хуга, она помягче. Фалафель. Это тоже прям вот чисто израильская история. Да. Чисто израильская, чисто ближневосточная. Тоже непонятно, кто это изначально изобрел. Но все готовят примерно по одному же, тому же рецепту. Это нутовая, бобовая смесь. Жарится во фритюре, добавляются специи, добавляются травы. Все это смешивается. И, пожалуйста, вот у нас такие шарики. Что ценится фалафель в основном? Во-первых, хруст. Хруст. Чтобы они были хрустящие. Чтобы они были... Да, слушай, хрустит. То, что они жирные, ну, ничего не поделать, это фритюр. И должна быть такой вот аромат, пряность. Здесь, видите, они очень зеленые. То есть они явно здесь очень много добавили всякой зелени. Что, в общем-то, неплохо, потому что рецептов фалафеля огромное количество. В том же и в Израиле, кстати. Луком прям пахнет. Да, Вик? Я больше здесь ощущаю всякую травку, всякую зелень. Она как будто... Ну да, что такое? Да, да. У меня? Да, у меня как-то больше зелени. Не, ну, в любом случае, мне по консистенции, по текстуре нравится. Да, хрустящие, горячие. Можно есть. Хрустит. Хорошо. Можно макать хумус, кстати. Что мы сделаем? Заметил, что нет хины. Да, кстати. Почему-то они не добавляют здесь хины. На мой взгляд, это минус. Больше буринос, чем плюс, потому что... Ну, вот скажи мне, лучше с та хиной на плохой или без нее? Ну, вопрос. Но, с другой стороны, я бы сделал просто поставил ее тут отдельно. Хотя, наверняка, можно ее дозаказать. Они явно у них есть. Я думаю, да. Посмотрите, ничего не падает, ничего не течет. Да, то есть, можно даже трясти. И вот таким он и подается в Израиле. Должен быть такой. Да, именно таким он и должен быть. Прям плотный такой, приятный текстурки. Вот, да. В итоге мы дошли до того самого. Я понимаю, как это должно быть? Да. Вот так, вы посмотрите, как это. Приятно. И цена 495 рублей. 500 рублей, включая яйца, да? То есть, яички здесь посвежее. Да, кстати говоря, если мы сравним, то есть, ну, его недавно приготовили. Недавно, да. Оно нас не ждало. Да. Вот так. Вот нас, так сказать. Я думаю, они даже еще тепленькие. Нет. Нет, холодные. Холодные, но свежие. Да. То есть, тут все понятно. Мы переходим к горячему блюду. Это у нас фирменный шницель с пюре или фри за 670 рублей. Никита взял фри, я подумал, ну, куда? Это же просто картошка. Но нет, смотрите, копченая паприка. И это прям круто. Да. Цена вроде высокая, но при этом смотри, сколько дают мяса. Да, тут получается 2 шницеля вместо 1. И порции вот как в Израиле. Израиль славится, не славится своими ценами, к сожалению. Ну, славится в другую сторону. Но вот своими порциями он славится. И там смело можно брать блюда на двоих вот и просто шерик. И два соуса, кстати, еще идут тоже. А что это за соус? Это кетчуп, а это? Майонез. Майонез. Майонез с какими-то вкраплениями. И, кстати говоря, мы уточнили, что хина идет к классическому хумусу. То есть, если вы берете не как мы, без выпендрежа, то будет там тхина. Будет тхина, и он будет на такой. Аля дзадзыки. Аля дзадзыки. Ну, что такое, да. Чеснок, майонез, травы и чуть-чуть пекан. В меру, да. Ну, да. То есть, это не скук, конечно, но на финише чуть покалывает. Ну, да. Давай резать эту красоту. Да. Хрустит. Ох, хрустит. И режется прям очень хорошо. Тонкий. Хорошо, да. Смотрите. Тоненький. Тоненький, да. Панировка. Не пожалели. То есть, ну, вот сюда. Так примерно они выглядят. За 670 рублей это очень-очень. Ну, это смело на двоих брать. Это привычная порция. Такому сточ на каждом столе будет. Им тоже поднаешься. И вот это, конечно, прям классно. Ну, да. Это эстетично. И по аромату что? Ну, курица в панировке. Тоже ничего удивительного, но при этом все хорошо. Ну, что, пробуем? Да. Курица в панировке. Хороший шницель. Хороший шницель, добротный. Да. В Израиле по-разному его подают. То есть, часто он не такой тонкий, как здесь. Часто его дают, как называют это, шницелоним. То есть, такие маленькие кусочки шницеля. То есть, такое же берут, такое же количество мяса и подают такие маленькие. Особенно дети любят. Это любимое вообще лакомство детей. Шницелоним, такие маленькие шницели. Вот. Ну, что, картошку, наверное, надо попробовать. Кетчуп обычный. Прямо, ну... Хайндс. Да. Чесночно-майонезный неплохой. Вот он... Со шницелем, да? Да, потому что шницель чуть все-таки схват, потому что они как раз промокнули вот жир и осталось чуть схвата. Но соусом... Вообще милое дело. И мне нравится, что в картошке фри реально посыпка есть. Посыпка, да. Это паприка, это всегда, ну... Это стоит копейки. Кстати, вот... Выглядит. Да, вот как если есть типа рубль и копейка, как вот есть шекель и... Огурот. Огурот называется. Вот, вот. И огурот. Вот буквально. Агура. Да. Стоит огурот, огура, но это намного богаче вкусно. Просто, добротно, много, классная порция, хорошая... Ну, картошка фри тоже достаточно хорошая. Нам изыски и не обещали здесь. Да, никто не обещал. Мы не за ними сюда шли. Простая, стандартная такая. Да. Классический обед. Да, без нареканий. Если что это за соус, майонезный прям мне очень-очень зашло. Да, зашел. Да, я много взял, поэтому я возьму его кусочек. Вот, прям поехали. И здесь душевно, конечно, здесь уютно. Обслуживание душевно. Довольно мало места за столами, но уют все равно есть. Публика приятная, здесь много молодежи всегда сидит. Здесь много студентов, вышки приходят, обедать, завтракать. И работают здесь, да. Да, да, кто-то сидит с ноутбуками, никто их не выгоняет. Все очень душевно, хотя место загружено все время. Да, потому что место минут, здесь сколько? Столов может быть 20-25. Маленьких. Да, и постоянно тут народ. Постоянно народ. Держат уже много лет, уже 8 лет. 8 лет, да. А мы уточнили? 8 лет и реально биток очень всегда. Да, почти всегда. О чем ты это говоришь? Да. Десерт, награда за еду. Это у нас кокосовый малаби с финиковой патокой и фисташками за 420 рублей. И вот тут есть вопросы. Да. Особенно на контрасте таком с предыдущим горячим блюдом шницель. Обычный стакан даже. Где прям два огромных шницеля. Здесь как-то все очень мало и как-то неаппетитно выглядит. Примитивно. Да, ну, нужно отметить, что примерно так же это подается и в Израиле. Просто как-то побольше и выглядит это все-таки не совсем так. Поэстетичнее там выглядит? Поэстетичнее, да, и как-то более привычно. Не знаю, я как-то удивился, но, возможно, вкусовые. А как вот там выглядят? То есть в чем подают? Там так же подают в стакане, но не в таком вот часто, даже вот таком вот граненом каком-то стакане. То есть в плане простоты подачи она и там такая. А в чем тогда минус? Минус, я думаю, что порция все-таки как-то не показалась такой маленькой. Не знаю, чисто визуально. Ну, смотри, есть фисташка, есть финиковая патока и, собственно, вот. Фисташка это, да, крошка это у нас посыпает. А снова, конечно, мало обеда вот это, сам пудинг. А, ну да, вот такой. Да, вот он такой. Мус. Кокосовый. Это вкусно. Это довольно легко. И здесь самое сладкое это финиковая патока. Да, сам по себе он... Потому что сам по себе он довольно спокойный. Это вот как, знаете, первое знакомство с мякотью кокоса. Думаешь, будет как баунти сладко, потом ешь. Есть куск кокоса, но не сладко. Как же здесь? Нет, слушай, я, на самом деле, просто такой вкус и перестал бы его ругать. Ну, то есть, если бы стоил там, типа, 390 рублей, было бы лучше, но, не знаю, ну... Да, мне кажется, все-таки за 420 рублей немножко дороговато. Но мне вкусно, и я кайфую. Вот я прям возьму финик, да, возьму. Да, возьму финик вот так вот. Ну, единственное, я вот именно в таком виде там не видел. То есть, финик там обычно не подают. То есть, есть разные сиропы. Сиропы можно делать на основе очень разнообразных, скажем так, ингредиентов. Но вот именно вот так, чтобы финиковой паткой поливали, я такой не пробовал там. Поэтому можно сказать, что это тоже авторская интерпретация. Ну и кокос. Мне очень понравилось. Я прям вот фиником закусил, пожевал эту сладость во фруктовой, напитался. Не знаю, я кайфанул. Ну, финик это самый такой израильский, библейский фрукт, если можно его так назвать. Плод. Плод, да, библейский плод, именно. Прям классно, что есть контраст между несладкой основой, которой больше, и сладкой финик. Она должна быть несладкой. Да, вот, вот. То есть, все, что делает сладким этот десерт, это именно сироп. Да, да. Да, мы сочинем финиковой. В Израиле он может быть другим, там часто делают, просто какой-то ванильный добавляют, или еще какой-то. То есть, это... Я не могу сказать, что оно прям повсеместно, то есть, какой-то супер популярный в Израиле десерт. Но если брать, то вот из того, что здесь представлено, это, наверное, самый такой израильский. Ну, неплохо. Ну, я лично здесь могу посоветовать. То есть, мне по вкусу понравилось. Да, как бы простовато по эстетике, но если там так же в стакане, даже в граненом, то вопросов у меня нет. То есть, я этот принимаю на ура. Это далеко не все заведения с кухней Израиля, которые можно встретить в Москве. Мы, по сути, не притронулись, кроме одного шота, к барной культуре. А она здесь тоже развита. Да, согласен. Здесь очень много интересных баров с такой еврейской душой. И с напитками, которые принято пить в Израиле. Так что... В общем, от вас все зависит. Лайки, подписки, теплые комментарии. И мы с Никитой вот прям пойдем и хорошенько так душевно посидим. Благо, есть где. Да. Огромное спасибо. Было мне интересно, полезно. Вкусно. В общем, от них все зависит. Прям вот как. Все. Супер. Тогда до новых встреч. Да. Ждем вас. Что ж, господа. Делитесь, как вам формат и понравилась ли Никита. Если да, то вы знаете, что делать. Если нет, тем более. Также пишите кухню какой страны, поискать в России и кого из экспертов взять. В описании все интересные и полезные ссылки. На Никиту в том числе. Вы лучше всех. Макс Брандт. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok